Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике Томография на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела, бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Олеся Акинфеева. Главная тема в выпуске. В подарок к 18-летию сегодня глава вручил ключи от квартир детям-сиротам. Поддержка – великая сила. Семьи мобилизованных напомнили о мерах социальной поддержки. Сдали зачет на «Отличном». Воспитанники театра юного актера «Чересчур» подвели итоги сезона. Как отработали управляющие компании «Паритет» и «Управдом Юг-Подмосковья» в прошлом году, и что запланировали на этот. А также, как организован отдых для детей на время летних каникул в Серпухове, Пущино и Протвино. Обсудили на оперативном совещании, которое по поручению главы провел его первый заместитель Олег Киселев. «Управдом Юг-Подмосковья» обслуживает 71 многоэтажку в Серпухове, 14 в Портвино. «Паритет» – более 20. В общей сложности порядка 10 тысяч лицевых счетов. Коммунальные службы в прошлом году выполнили большой фронт работ, в том числе и по благоустройству придомовых территорий. В летний период, помимо придомовой территории, выполняется работа по благоустройству. Апост, травы, опиловка деревьев, формовка кустарников. На постоянной основе выполняется работа по уборке мест общего пользования, очистка подвалов и чердакок на квартирных домах. В этом году в планах у коммунальных служб не сбавлять темпов. Только в рамках сфинансирования отремонтируют 18 подъездов. Согласованы текущие работы с собственниками многоэтажек. Акраска цоколей, входные группы, ремонт ступенек, кровли. Еще одна важная тема оперативного совещания – организация отдыха и оздоровления детей в период летних каникул. В Серпухове с 1 июня начнут работать 17 лагерей дневным пребыванием, социально-педагогические площадки, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет. Дети участников специальной военной операции, ребята из интернатов, детских домов, социальных центров помощи. Из Серпухова, Протвиной, Пущино отправятся также на базы отдыха в санатории и лагеря. Дети участников специальной военной операции получат возможность отдохнуть в детском лагере Литвиново-Нарфаминского городского округа. Все лето работает городской музей, центральная библиотека. Для ребят подготовлены выставки, лекции, мастер-классы, виртуальные экскурсии. Итого, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить более 2 тысяч детей. Это почти 87% от общего количества детей в муниципалитете. В Серпухове планируется охватить более 15,5 тысяч детей. Из них более 2 тысяч находятся в трудножизненной ситуации. В Протвино порядка 500. Подарок к 18-летию. Сегодня глава муниципалитета Сергей Никитенко вручил ключи от квартир детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На праздники побывала наша съемочная группа. Сегодня вручу вам ключи от вашего собственного жилья. Торжественный момент и у молодых людей в руках ключи уже от своих квартир. А для Максима Гритюка это двойной праздник. Несколько дней назад он отметил свое 18-летие. И вот такой подарок молодой человек получил ко дню рождения. Я очень рад за такие подарки. Я очень благодарен администрации города. Я очень благодарен маме за то, что она мне помогла. Спасибо большое администрации. Я очень довольна и рада, что моему приемному сыну Максиму подарили такой прекрасный подарок, как собственное жилье, в котором он сможет уже строить свою собственную жизнь. Молодых людей пришли поддержать не только приемные родители, но и начальника Кружного управления социального развития Ирина Ермакова, депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова и Серпуховский городской прокурор. Ребята получили заветные метры не без их помощи. Иметь свою квартиру, свою крышу, свой дом – это очень важно. И сегодня дети получат ключи от своих квартир, где они совьют уютное гнездышко и будут уже полноправными хозяевами своей квартиры. У нас в Московской области проводится огромная работа по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Вот в этом году, в начале года, в городском округе Серпухов подлежало обеспечению 35 детей жилыми помещениями. На сегодня эта цифра увеличилась, и уже 38 детей подлежат обеспечению квартирами. Эта цифра увеличилась в том числе из-за того, что органы прокуратуры подают иски в интересах ребят, которых по каким-то причинам отказываются включать в список детей-сирот. Одной из таких детей оказалась Инна Ганина. Сегодня девушка получила ключи от квартиры. Я рада, что я обрела новую квартиру. Спасибо, кто мне ее вручил. Спасибо маме, что она проходила через суды, через все, что можно. Спасибо огромное. Торжественную часть завершили общие фотографии на память об этом дне, после чего каждый отправился домой уже к себе. У них страх. У всех детей страх уходить из семьи. Поэтому у нее первое, может быть, ее волнение из-за этого, что она уйдет и больше не вернется. Я ей всегда говорю, не переживай, мы рядом, мы никуда не делись, мы всегда с тобой. И в любой момент можешь приехать и оказать, мы у тебя можем помощь, позвонить в конце концов. Недалеко живешь. Но все равно у всех детей присутствует страх. Инна получила квартиру в городе. Теперь ей не придется каждое утро добираться в Серпухов из Росеменовского. Она уже студентка губернского колледжа отделения парикмахерского искусства. Смотри, неплохо. Фарту красиво. Однокомнатная квартира с ремонтом. На кухне газовая плита и мойка. В ванной комнате тоже установлена вся сантехника. Осталось обустроить комнату, привезти и расставить мебель. Ключи от собственного жилья молодые люди получили сегодня в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. На страже жизни в администрации муниципалитета состоялся Координационный совет по охране труда. Основная тема семинара – профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Обмен опытом при расследовании несчастных случаев на производстве. В прошлом году в стране более 5,5 тысяч человек получили производственную травму на своем рабочем месте и почти тысячи из них имели летальный исход. Более 100 фактов зафиксировано в Подмосковье. На последнем совещании, когда мы собирались, вы знаете, наверное, половина смертельных случаев было у индивидуальных предпринимателей. Потому что они проводят работы, к которым не имеют ни малейшего отношения. А работы все, как правило, работы повышенной опасности. Работы выполняем по наряду допуску. Вот и земляные работы, и газоопасные работы. Ну, они вот этим делом занимаются. Усилить работу по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний – такое решение принял Координационный совет по охране труда. Каждый сотрудник в своем направлении обязан исполнять определенные обязанности. И эти обязанности, как правило, связаны с травматизмом на производстве. И этот травматизм может довести и до летального исхода, как было совсем недавно на территории города Мутищ. При производстве работ сотрудники одной организации погибли в результате безалаберных действий своих руководителей, которые не обеспечили их определенным набором инструментов, которые позволяют определить концентрацию тех веществ, которые являются у нас смертельными для организма, до того, как они опускались в люк колодца. Руководители предприятий зачастую пренебрегают правилами техники безопасности, не знакомят с ними сотрудников, не проводят инструктаж на рабочем месте. Все это может привести к несчастным случаям на производстве. Об этом во время совещания напомнили в очередной раз руководителям организаций, управляющих компанией и предприятий. Основная нагрузка все-таки за технику безопасности лежит у нас на руководители организации. И, соответственно, том человеке, на кого возложена ответственность в рамках организации, нести эту, как говорится, ответственность в уголовном смысле. Потому что любой травматизм на производстве связан, как правило, с уголовным привлечением того сотрудника, который допустил халатность, оплошность, не обучил, прежде всего, своих сотрудников, возможно, и не обеспечил тем необходимым количеством материалов и оборудования для того, чтобы предотвратить подобные случаи впредь. С 1 января 2023 года в законодательстве по охране труда произошли изменения. Разработан новый порядок инструкций и правил на рабочих местах. Также они коснулись пожарной, электробезопасности и гражданской обороны. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, важно соблюдать максимально комфортные условия и охрана труда в регионе в целом. Для наших воинов поддержка родных и близких имеет большое значение. В Серпухове прошла встреча представителей региональной и муниципальной властей с женами, матерями, вдовами и детьми мобилизованных бойцов. Им рассказали о мерах социальной поддержки, которые действуют в Московской области. Милостивый человек, и любез Боги, и небеслава селай, отцу и сену и сенному духу, ныне и приисло, и до веки веков. Сегодняшнее утро началось с молитвы о воинах, об их здравии и благополучии. О тех, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. В храме мамы, жены и дети военнослужащих. По благословению архиепископа Подольского Люберецкого Аксия, богослужение в храме всех святых провел благочинный Серпуховского церковного округа Иерей Игорь Чабан. Сегодня мы вместе с духовенством и жителями города, в частности с женами, детьми мобилизованных, помолились о даровании доброго здравия, победу нашему воинству и Отечеству нашему. Также мы сегодня молились и за тех воинов, которые отдали свои жизни за каждого из нас. После молебна во дворце торжеств Центральной обсуждение мер социальной поддержки родственников военнослужащих. Мероприятие организовано по инициативе Министерства социального развития Московской области, Окружного управления социального развития номер 17 и Подольской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви. Я скажу честно, что мы, гражданские власти, законодательные власти, конечно же, не все вопросы можем решить, особенно те, которые находятся в видении плоскости Министерства обороны. Но что касается нашей зоны ответственности, здесь я ответственно могу заявить, что наш губернатор Андрей Воробьев, мы команда губернатора Андрея Воробьева делаем все, чтобы максимальное количество мер поддержки регионов для семей наших героев, защитников, для участия в социальной военной операции в нашем регионе работали. Так, в Подмосковье на базе Центра управления регионом руководитель рабочей группы при президенте Андрей Турчак провел совещание по объединению опыта и выработке единого федерального стандарта, в который вошли 20 мер поддержки. В Московской области уже реализуется 17 из них. О том, как обстоят дела в Серпухове, рассказала начальник окружного управления социального развития номер 17 Ирина Ермакова. Слова поддержки родственникам военнослужащих от главы Серпухова передала его советник Лидия Халчева. Значимость этой встречи с руководителями говорит наш президент Владимир Владимирович Путин святая обязанность всех руководителей органов, власти всех органов и всего общества поддерживать участников специальной военной операции, членов их семей. На мероприятии также присутствовали городской прокурор Роман Денисов и депутат городского совета Юлия Громова. У меня брат погиб 20 марта. Он был командиром батальона, спас всех и сам, к сожалению, погиб. Брат мой прошел очень много горячих точек, начиная с Чечни. У него семь медалей от Владимира Владимировича Путина. У него благодарственное письмо за Крым. И это была его профессия. Он был очень глубоко патриотичным человеком. И он говорил всегда, что нужно защищать честь, свою родину. Он любил очень родину, свою семью. И если, как говорится, жить надо как герой, умирать как герой. Участникам военной операции активно помогают жители Серпухова. Семья Агафоновых изготавливает и безвозмездно передает в зону проведения специальной военной операции печки-буржуки. Сергей сам возит гуманитарный груз бойцам. А Татьяна, одна из первых, организовала работу по изготовлению свечей и плетению маскировочных сетей. Помимо маскировочных сетей мы делаем накидку панцирь, делаем нашлемник, который одевается на шлем, делаем сухой душ. Ну и помимо еще там набиваем из отходов подушки делаем. Это еще у нас новый ноу-хау, это ребята. У нас открыто пять пунктов плетения. Это Большое Грызлова, это Пущино, Пролетарка и Авангард. Сейчас в пунктах не хватает волонтеров, которые готовы помочь в изготовлении маскировочных сетей для укрытия техники, блиндажей, окопов. Мамы и жены военнослужащих организовали пункты и на дому. Там они собирают посылки, а затем самостоятельно привозят их на передовую. Мы растем, мы растем не только в участниках. Появляется больше людей, которые желают помогать и помогают очень хорошо. Благодаря этому мы открываем новые точки, то есть точки выгрузки. Помогаем ребятам, помогаем ребятам на передовой. Мы открываем новые направления. Мы уже работаем практически по всем направлениям. Мы собираем, конечно, подарки, собираем из дома посылки. Хоть они и говорят, что ничего не надо, но каждая посылка, лишняя пара носков, лишняя пара салфеток влажных, это все равно нужно. Сейчас в волонтерском сообществе «Мываштыл» более 600 неравнодушных людей. Это не только жители нашего городского округа. Посылки передают даже с Волгограда. Жители города Героя знают, что наши серпуховички передают посылки лично в руки военнослужащим. В госавтоинспекции Серпухова провели брифинг по вопросу состояния автомобильных дорог в городском округе. Сотрудники управления постоянно проводят мероприятия по контролю надзору с целью обеспечения безопасности участков дорожного движения. Часть аварии случается из-за недовлетворительного состояния асфальта. Так, из-за плохого качества дорожной сети за этот год было зафиксировано 4 ДТП. Начальник отделения дорожного надзора, майор полиции Антон Григорьев рассказал, что за 2022 год сотрудниками управления было осуществлено более 20 выездов с составлением процессуальных документов. За 2023 год свыше 50. Сейчас госавтоинспекция Серпухова не может привлечь к ответственности дорожно-строительной организации, так как с января 2022 года президентом России Владимиром Путином введен мораторий на плановые и внеплановые проверки компаний. Сдали зачет на «Отлично». Воспитанники театра юного актера «Чересчур» подвели итоги сезона и показали, чему научились за год. В таком формате они провели свой день открытых дверей. Еду греку, через реку, видит греку, в реке рад. Суну греку, руку греку, рад за руку греку, ца. Лихо читали скороговорки в движении, жонглировали, показывали отрывки, спектакли, делились навыками сценического движения. И это лишь часть освоенного за год. Почти интенсив театрального вуза. Программа обучения в театре юного актера «Чересчур» входит в пение и танец, мастерство и речь, кинематография, куклы, сцен движения, история театра. По 4 часа два раза в неделю. Преподают шесть педагогов, многие из них действующие актеры гортеатра. Учат владеть телом, правильно говорить и слушать, выражать свои чувства и мысли, взаимодействовать в команде. Воспитанники «Чересчур» – ребята разного возраста. Как меняет театр их жизнь, делает ее ярче, осознают и самые маленькие. Я в театре научился все делать идеально и красиво. А как это идеально и красиво? Ну, все хорошо выносить, все как надо, громко разговаривать, не стесняться. Я научился в театре, что надо всегда быть открытой личностью, надо всегда быть верным, не надо врать, не надо бояться ничего. Ну, пока все. В следующем году, наверное, узнаю еще больше. Научился в театральном искусстве и начал выступать в конкурсах. Я научилась петь, танцевать, проговаривать хорошо, четко с кроговорки. И еще я научилась разговаривать с людьми хорошими. Полтора часа на сцене, один номер сменялся другим. Этот день открытых дверей в театре получился похожим на капустник с долей импровизации и заготовки. Главное, каждый юный актер постарался выложиться максимально. В зрительном зале родители, друзья и те, кто только желает попасть в команду через Чуриков. Мы решили так, что это отчет за год, зачет за учебный год по всем дисциплинам, которые у нас есть, чтобы родители увидели, что их ребеночек, их чадо умеет, чего нет. Это также день открытых дверей для тех, кто хочет посмотреть, о чем мы тут, собственно, делаем. И еще вдобавок это закрытие сезона. Все, мы уходим на каникулы. После каникул через Чур снова начнутся занятия погружения в мир театра. В новом сезоне обязательно будут новые постановки. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Наши новости также есть на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok